всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очень важный для многих долгожданный и для меня ответственный ролик это называется он я не веган потому что ибо иисусом его ученики ели рыбу иисус кормил рыбой да мы знаем с вами эти эпизоды видео будет большое я в нем соберу все места собрал все места из евангелия где с этим что-то связано с рыбы как иисус призывал рыбаков кормил якобы рыбы кого-то да вы знаете я вам напомню один эпизод из послания апостола павла коринфянам он когда своей так называемой церкви учил и говорил что ну а помощь проповедникам о том что как бы если люди вам помогают словесно то есть до духовно то велико ли если пожмут от вас что-то и телесное до какую-то помощь по имеет но и рассуждая так он говорит ну это вот по человеческому чисто рассуждению если я тебе чем-то помог да жизнь стала лучше пусть даже от моих слов то это вот так рассуждая по-человечески горит ну кому этого недостаточно да и велико ли что пожму от вас что-то телесное вы мне поможете тоже да грел ну а вообще это в писании написано не заграждая рта увала молотящего да все вот вам человеческое рассуждение вот вам из писаний я в принципе по такому же принципу проповедую всегда я беру и общечеловеческие ценности истины сущность бытия да ведь истина это то что есть бог естественно бог это то что есть любовь свобода и бессмертие и поэтому я вам прежде всего рекомендую вот это вот видео я его перед этим видео вчера записал есть или не есть рыбу до питаться ли рыбы икрой можно нельзя и там так скажем я по-человечески рассуждаю хотя безусловно я касаюсь и и писания даже там коснулся но там я коснулся от сотворения мира что мир был создан веганским да сегодня мы конечно же этим тоже закончим наоборот да там я начал с этого здесь мы закончим эту тему закроем но сегодня мы поговорим в частности о евангелии я попрошу у кого есть желание написать мне тайм-коды к этому видео потому что мы с вами будем рассматривать 7 эпизодов можно было конечно записать больше роликов растянуть все это но так как суть даже не в самих этих местах в конкретном их разборе а то что я говорю в предисловии то что я скажу в заключении очень важный момент поэтому все ролики были бы похожи один на другой не считаю вот этого конкретного места которым разбираем все эти места неоднократно и мне писали в комментариях в личке предъявляли что вот живот в евангелии есть место где якобы говорит о том что можно там убивать и есть рыбу да и поэтому сегодня всех их вам разберем я вас не прошу писать прям тайм-коды там со смысловые вы мне хотя бы отсечки просто скиньте куда-нибудь в личку там где у час начну с первого места говорит там вторая минута 30 секунда 5 минута 24 секунда просто семь цифр где я от одного места в другом перехожу что можно было конечно давать людям ссылки конкретным местам хотя конечно же все это бессмысленно если человека будет спрашивать или вот вас кто веганы уже стали каком-то таком месте списания желательно конечно чтобы человек посмотрел все это видео но хоть и долгое как всегда получится но зато в полноте объеме раскрываются эта тема конечно же в своей жизни давно убедился что знаете людям которые которые не стремятся к совершенству которым призывал иисус к святости к полноте познания истины им хоть колом на лбу чеши да вот но те кто действительно хотят разобраться с вопросом они будут так скажем исследовать тему углубляться и познавать истину если у них это желание на сайте на своем христолюб рф если по-русски наберете или христолюбру по-английски я создал специально страницу веган по библии здесь все места из писания я собрал поделил их там на ветхий завет новые все эти места вот предания святых отцов мы даже я еще до них не добрался но скоро добираюсь но и такие основные эпизоды то есть они прям стихи и главы типов и смысловыми такими поделил какие есть вот в частности у нас 4 14 пункт получился рыба в пищу в евангелии да и мы как раз к этому месту с вами переходим ну и давайте начинать то есть я знаете я конечно сейчас буду их зачитывать все эти места они где-то немножко вырваны из контекста и не суть важно потому что я не буду прям сильно в них углубляться в конце поймете почему да и мы с вами все их конечно же прочитаем я что-то кратко по каждому моменту поговорю некоторые эпизоды достаточно большие поэтому я буду их даже целиком зачитывать но где-то может быть достаточно поменьше хотя вы знаете я стараюсь показать хоть какой-то минимальный контекст и не так взять один стих и пытаться там что-то свое разглагольствовать и ничего не скрывая все что написано читать мы с вами будем это тоже очень важно читаем мы с вами естественно по синодальному переводу который до нас дошел через призму веков двух тысяч лет неизвестно кем да когда-то вообще это евангелие написано и переписано и переведенная и перетолкованы потому что сам перевод уже любое толкование вот это очень важно здесь нет смысла я все не будут там кит параллель но я немножко скажу конечно об этом о том что действительно надо читать некоторые вещи в разных переводов то что где рыба там просто слова оказалось просто стоит слово пища да это очень важные моменты но действительно якобы найдем места которые неопровержимы там указывают что там иисус ел или призывал есть рыбу да вот обо всем этом конечно поговорим все равно я поговорю вы послушаете но самое важное какой будет итог под подведение всего этого да поэтому всем конечно рекомендую смотреть это видео до конца иначе никакого смысла в этом нет первый эпизод это марка 1 глава 16 по 18 стих проходя же вблизи моря галилейского увидел иисус симона и андрея брата его закидывающих сети в море ибо они были рыболовы и сказал им иисус идите за мной и я сделаю что вы будете ловцами человеков и они тотчас оставив свои сети последовали за ним вот одно из мест вы знаете вот она прямо работает в пользу веганов то есть ладно это я хотел кое-что ну да скажу я знаете вот я специально показываю такими концентратами всегда да вот именно большими темами чтобы мы прямо увидели какой иисус да пусть по этой теме я сам всегда исследовал всю библию порой на какой-то один вопрос я об этом не раз рассказывал вот здесь то же самое смотрите мы видим что иисус призывает рыбаков он разных людей призывал и мытарей и плотников таких как он строители там да ну и в частности все знают что он призывал так называемых рыбаков да потому что тот же самый израиль окруженной морем да и есть там и галилейской так называемый то ли море то ли озеро да и река та же самая и ордан достаточно крупная да ну одним из одним и одним из так скажем его как назвать ну ладно ты те кто были в его учениках не никто были конечно и рыболовы мы видим что иисус призывает их оставить свою деятельность и ставить кем кем стать ловцами человек тоже очень важно работает этот эпизод мы с вами кладем в копилочку мы с вами будем на две копилочки поделим этот аргумент в пользу веганов работает до следующий момент матфея 13 40 матфея 13 глава 47 по 50 стих иисус дает символьный образ царства небесного рассказывает такой образ символ притчу как хотите или приточным языком символом говорит еще подобно царство небесное неводу закинутого в море и захватившему рыб всякого рода который когда наполнился вытащили на берег и сев хорошие собрали в сосуды а худой выбросили вон так будет и при кончине века выйдет ангелы и отделят злых и среды праведных и вернутых в печь огненную там будет плач и скрежет зубов меня таким серым текстом всегда есть какие-то пометочки я для себя делал ну и для тех кто может быть будет пользоваться этим сайтом иисус проповедовал на понятном людям языке но это не призыв убивать рыб еще один момент очень важный да вот смотрите и не зря такая даже цепочка у меня хорошая получается я постарался выстроить если вы сейчас обратили внимание ну конечно так как я из разных евангелий места не получится все прям последовательно по главам выстроить кто знает евангелие она не от одного автора до нас дошли якобы евангелие от четырех авторов да вот но все таки я пытаюсь от первой главы знаете я всегда об этом говорю что одно из уже из ужаснейших таких так скажем способов искажения писания того же самого смысла в писании в частности библии да и по сути любой там можно любую книжку любого проповедника он опорочит это вырывание до стихов каких-то из контекста это очень важно да и и и перевертывание все сверх наоборот а не когда книжка не читается новом где в странах она слева направо как еврис конечно странных где справа налево читается но несуть на не читать шиворот-навыворот дарю ну странных где слева направо читается в книжке не читается сзади наперёд есть такое то же понятие русская по крайней мере выражением здесь тоже очень важно понять да то есть мы поэтому я даже здесь стараюсь сюда какую-то знаете показать христа допустим евангелие от начала и до конца как она двигалась и все вот эти моменты да не переставлять хотя бывает конечно для некоторых целей можно там что-то переставлять но все-таки надо стараться и таких вещей тоже придерживаться последовательности в ней может быть какой-то глубокий смысл хотя конечно же сегодня не совсем тот случай врю конечно есть вещи индивидуальные не все можно ровнять да на то она и симфония ты просто разные места берешь ты их можешь какую-то композицию правильную собрать это тоже конечно важно то есть но это я так немножко отвлекаюсь всему конечно свое просто место вот и тут уже каждый должен как говорится папа папа по уму своему все это распределять вот пожалуйста мы видим с вами что да иисус как бы говорит казалось бы что он не мог выражаться я и общую же это не раз те такую мысль выражал особенно когда это неважно даже про веганство я там говорю как христианин пользуюсь местами из писания или там про религиозные культы или еще про что-то да любые аспекты истинно раскрывает своих проповедях я постоянно говорю об этом что слушайте но иисус действительно как и мы все выражаемся на понятном языке он в принципе все прекрасно знают что иисус был пацифистом и проповедовал естественно любой пацифизм то есть даже любовь к врагам жертвенную да но при этом точно так же говорил притчу что если там какой воин какой царь да не сядет и не подумает прежде там идти ли на другого царя войной если там все не 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 продумает не прозмыслит какой у него войск какой у царя это притчи понятны тем людям которые живут в конкретном времени вот мы с вами видим как раз так вот все получилось сейчас очень хорошо последовательно что иисус призвать одним из его учеников до были именно рыбаки люди которые всю жизнь вот там ловили до убивали эту рыбу продавали и сами ели да вот конечно он говорит с ними на понятном языке как им понять что такое небесное царство мы знаем что в его окружении в его и личных учеников и и людей естественно толпы людей которые слушали и на полях и на дорогах и в домах и в храме в котором ходил в юрусалим поэтому у нее такой разнообразный спектр он конечно разный говорил вещах разными притчами образами понятным тем людям вот я сам так всегда выражаясь я конкретно с человеком с каким-то общаюсь знаю там его образ жизни или еще что-то говорю близким понятными вещами это это нормально да иисус здесь же как я написал уже не призывает мы сами видим что он этих самых рыбаков взял так скажем от своего ремесла не больше этим не занимались и ходили действительно ловили человек проповедовали вот именно это царство божьей любви небесное царство любви свободы и бессмертия которым которому он их сам научил так скажем да вот и конечно когда он им проповедовал он говорил с ними на понятном языке это же не только там его несколько учеников были рыбаками так как сам израиль омывается морями то скажем внутри имеет реки то есть много людей таких вот потому что притча очень понятно все хорошие он и говорит вот ты рыбак да давайте более личностно переведем эту притчу как будто он с одним человеком говорит он говорит вот ты рыбак вспомни как ты ловил до вытаскивал там и что-то хорошее маленькой большой ты там выкидывал бывать наоборот старые там рыбы данных в детстве когда ты рыбачил вот грешил так скажем да поэтому конечно же понимаю вот опять о чем речь да а то что тебе нравится какие плюс рыба разные да кто знает есть рыбы подешевле так скажем подороже там красная рыба ты собираешь что что тебе нужно да вот какие-то малявки наоборот старая рыба может быть какая-то раненая может быть больная пораженная каким-то есть такие селитеры там червяки ты все это естественно выкинешь вот иисус и рассказал им просто притчу на понятном языке то есть это никак не быть аргументом для не веганов убийц передатели этих рыб до для того чтобы вот продолжать свои беззаконии то есть еще один у нас аргумент в копилочку веганство о том что это не как такие моменты такие эпизоды уж точно никак не не могут там трупажоры притягивать себе там в оправдание что вот можно продолжать убивать рыб и питаться их трупами еще один момент лука 11 11 глава с 11 12 стих но я вот большой кусочек взял кстати здесь я впервые вот то о чем говорил я даже продолжил потому что одно за другим идет это то что я вам о царе рассказывал давайте села прочитаем то есть иисус это большая речь вы видите всегда я речь иисус она таким у меня огненным цветом оранжевым таким до символ бога такое солнце и я всегда показываю большие эпизоды большие куски да вот такие речи иисуса мы видим я даже естественно видим что она так и начинается и сказал им конечно там есть какой-то эпизод ну я вам просто так как дословно знаю описание я поэтому всегда пусть даже где-то в тексте конечно по сути сайт все-таки это моя подсказка домой такой блокнот вот но как вы видите это большая достаточно речь да и там небольшой пробел идет разные притчи я специально показал еще это прямо одно и то же место это одна большая речь иисуса и как видите мы прочитаем с 5 по 13 стих это где казалось сейчас опять арыбе будет но там дальше иисус разные разные приводит примеры потом один из них вот он и говорит какой царь идя на войду на войну сейчас мы с вами прочитаем все это он говорит в одном месте я опять это показываю что это лишь образы для тех людей которые им сегодня понятны это очень важно понимать это очень просто и логично договориться с людьми на понятном языке положим что кто-нибудь из вас имеет друга придет к нему в полночь и скажет ему то есть иисус дает образы это настолько просто и понятно друг дай мне взаймы три хлеба причем заметьте друг то придет вас спросить не рыбы а три хлеба ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему а тот изнутри скажет ему в ответ ну то есть иисус рассказывает да один человек пришел к другому другу говорит дай мне немножко хлеба ко мне пришел гостя у меня внезапно до пришел а мне ничего не оказалось там уж какой-нибудь странник шел друг и зашел а у меня как ничего нету дома дай мне три хлеба взаймы вот а тот изнутри из дома скажет но он ему стучался да не беспокой меня дверь уже заперты дети мои со мной на постели не могу встать и дать тебе иисус говорит говорю вам он не встанет и не даст ему по дружбе с ним но по неотступности его встав даст ему сколько просит здесь я не буду конечно в рамках ролика иисус ел рыбу да вам все это весь глубокий смысл что надо там просить неотступно и так далее да у бога или у людей вот что прощение что помощи вот мы все это с вами оставим сегодня за скобком читаем дальше да но видим в чем вообще смысл тогда я скажу вам просите дано будет вам ищите найдете стучите отворят вам ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят какой из вас отец иисус опять дает просто образ понятны людям да когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень или когда про просит рыбы подаст ему змею вместо рыбы или попросит яйца здесь кстати можно лезть есть яйца мы заодно ответим да подаст ему скорпиона и так если вы будучи злый умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящим у него почему иисус берет эти образы опять на потому что они понятны вы знаете если он будет рассказывать вот именно знаете образ веганы все знают как трупажоры любят так скажем издевая стыкать там и картинки эти уродские какие-нибудь делать что якобы веганы это те кто как действительно там коровы это коровы тоже разную пищу нет ну конечно же основная их не пища трава сочная летом и зимой там солома да и любит конечно изображать веганов якобы там одну траву едят до травоядные конечно же это не так поэтому если бы иисус говорил знаете людям на непонятном языке тем более заметьте это же древний век это все-таки не так что у тебя полный магазин там каких-нибудь кондитерских сникерсов мартов марсов там до всего и до для людей действительно понятны образы что вот что как бы попросит там сыну отца естественно основная эта масса как и у нынешних проповедников веганство в мире основная масса трупажоров убить да и он говорит с ними на понятном языке он им не говорит да попросит хлеба попросит воды да на одном хлебе воды что же за небесное царство кто знает я перед этим еще один ролик записал перед рыбой даже про где говорил что там есть места где они якобы просто один хлеб едят ну конечно же это не так да иисус здесь просто раскрывает потому что конечно трупажора любит вот именно и рыбку и мясо яички это и все вот он им говорит на понятном просто с ними языком это никак не оправдывает и то что иисус здесь не закатывает проповедь о веганстве это еще ни о чем не говорит мы видим что здесь я уже не раз это показывал на своем примере об этом говорил тоже что невозможно во всю проповедь вот и у меня ролик посвящен конкретно да иисус там и ученики народ ели рыбы вообще ну так скажем действительно вот эта тема поедание рыбы в евангелии даже даже не в посланиях то есть я не могу в один ролик все впихнуть здесь мы видим что иисус вообще говорит о прошении а неотступном прошении там у него я говорю мы с вами конечно вырвали немножко из контекста но это надо сколько тогда прочитать я вам своими словами доношу то есть иисус там действительно хочет другую мысль абсолютно донести это лишь параллельные образы да я тоже не обо всем и сегодня ни слова не услышим о бессмертии можно сказать о вечности до свободе так образно говоря и уж о всяких тонкостях у меня на канале больше 500 видео со проповеди только на этом целиком библия с комментариями записаны на другом канале да но все не вместешь в одной здесь тоже самое да поэтому иисус просто говорит на понятном языке я и я вот дальше вам и говорю еще раз вот посмотрите это яру мы сколько там вырвали а ведь иисус и других вещах говорит о нормальных вещах то скажем для вегана до уместных вот но он говорит и такой или какой царь идя на войну против другого царя не сядет и не посоветуется прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущим на него на него с двадцатью тысячами иначе пока тот еще далеко он пошлет к нему посольство просить о мире конечно я сегодня не говорю о религиозниках православных каких-то там патриота ура патриотов которые мудри умудряются даже евангелие точно также притянуть в то что вот можно убивать на войне защищать родину убивать врагов народа врагов церкви инквизиция точно так же казалось бы я я кстати этот образ всегда говорил посмотрите на религиозную инквизицию и ей ортодоксия страдал еще от третьего века так называемая официальная секта религия которая стала при царе константине пусть потом она разделилась в 11 православных как католиков она до этого 7 веков там беззакония творила убивала собственных даже адептов до монахов там святых так называемых потом кто прославляли прославляет только при жизни там руки-ноги языки отрезали кто там чего-нибудь против этой же секты самой возмущался ортодоксальный вот потом православные католики все отличились посмотрите на католическую инквизицию посмотрите на православные там тоже самый раскол старообрядский так не никона старообрядский так называемый вот собственных людей собственных людей с которым вчера в одном храме стояли убивали во имя бога казалось бы именем того которого самого обвинили в покольстве убили который был против насилия да и проповедовал то что ударили по щеке подставь другую издирают с тебя одну одежду отдай и все что издирают верхнюю отдай рубашку пусть забирают спокойно спокойненько это делали поэтому вот конечно же смотрите любой пациенте любой военно настроенный человек шизик найдет себе такие места где иисус просто пример при понятны его же слушали и мы видим и войны причем даже не то что иудейские мы видим что молва о нем и его речи доходили до слуха не только евреев вы помните как там случае сотникам своим начальником который слышал о христе просил его там и не один причем такой сотник то был до который там разные эпизоды просил исцелить там я один и сына другой слугу там и так далее да помните эти вещи то есть о нем уже молва ходила поэтому иисус и говорил речами просто понятными человеками это же очень важно понять можно этот кусок взять что отрасль иисус просто такие образы говорил людям понятно что как бы ну какой сын ну сын придет у отца хлеба с водой как говорит да ужасный сон бриллиантовой руке помните там этого миронова преступника будешь жить на одну зарплату ну конечно иисус горе чтобы было понятно понятно сын приходит что-то просить да что-то вкусненькое но по их нему пониманию до всех не веганов у нас все это естественно он им говорит понять чтобы им было важно понять вот это все так что вот так вот а так пожалуйста это я просто игры для тех кто казалось бы может там и и и не не вояка да но вот к веганству не может прийти у него веру вот живой пример сравните вы не хотите веганство принять из-за таких моментов а вон вояка не хочет пацифизм принять вот из-за таких вещей вы знаете все можно извратить и в писании ко всем своим грехам найти оправданием так что вот так вот третий момент пока мы видим что да все эти моменты то что иисус даже говорит это призвал рыбаков еще да иисус пришел неправедников призвать покаянию а грешник это очень важно и к служению так что третий кусок никак это не говорит да еще один момент принципе тут даже я ничего комментирую часовой смысле приди какой-то давать мы я него особо не вырвала с контекстом когда же пришли они в капернаум а это город где жил иисус то подошли к петру собиратели дидрах ну потому к ним и подошли потому что они из этого города были местные на луна собирались местных же налог со своих и собирали дидрахмы и сказали собиратель дидрахмы сказали учитель ваш то есть иисус не даст ли дидрахмы ну плату налог для римлян петр говорит да и когда вошел он в дом то иисус опередив его спросил петра как тебе кажется симон цари земные с кого берут пошлины или подойти сынов ли своих или с посторонних петр отвечал ему с посторонних и так сыны свободны и так сыны свободны но чтобы нам не соблазнить их пойди на море закинь удочку и первую рыбу который попадется возьми открыв у нее рот найдешь монету возьми ее и отдай им за меня и за себя ну и мой комментарий иисус повелевает петру заработать деньги на налоги тем способом каким он умеет то есть слов ли рыбы но иисус все устраивает чудным способом так что петру не надо ее продавать на убийство деньги оказываются у нее во рту а рыбку петр должен отпустить вот тоже да такой интересный момент когда с них просят в их родном городе где они выросли налоги заплатить до для римских оккупантов вот потому что в то время иудеи все эти земли были вошли так скажем состав римской империи да люди платили налоги вот и мы видим что когда им нужно было заплатить мы видим что денег у них не было были они странствующими проповедниками сам иисус своих учеников он к этому приучал да но мы видим что когда она был заплатить почему иисус петру петру рыбаку кто знает мы с вами сегодня прочитали один случай я не стал в параллельные места ведь петр же тоже кто не в курсе рыбаком был его тоже тогда и призвал иисус да вот я может какие-то моменты конечно не даже упустил на не параллельные там смысл один и тот же я прочитал может из марка только но об этом призыве учеников рыбаков есть и в другом месте она просто не стала может даже не стал добавлять уж не помню чем я руководствовался но тоже места параллельны и петр был рыбаком иисус тоже его тогда призывал там всю эту компанию призывал кого знал да вот и мы видим что иисус почему она повелевает там пойти поймать эту рыбу ну потому что это труд это труд да и он действительно поймав ее мы видим иисус не крытым уйди на рынок убивая ее продавая там да нет ты поймай рыбку у нее вот от услышите это же удивительное чудо опять мало того что иисус в этом в этом вообще событие очень много важных моментов это же чудо но откуда у рыбы во рту до деньги монета но много из вас пойдет сейчас на на эту на рыбалку так скажем и поймает рыбу не будет во рту хоть что-то неестественное так скажем да но нет конечно а тут удивительно петр ловит рыбу представляете у нее там деньги у рыбы во рту я даже не буду сейчас сдаваться что иисус еще хотел петру этим показать что вот именно в принципе вас поймите бог ведет человека так скажем каждого уникальным индивидуальным путем и в евангелии которым мы с вами читаем мы это настолько все я всем привожу пример слушайте евангелие читается одно но они 4 пусть но это же разные просто автор одни и те же события пусть немножко по-разному описывают что естественно вот в принципе евангелие читается течение двух часов начиная вот именно там с предисловия да там не сразу даже надо с рождества христа начинается да с его зачатия вся эта история заканчивается возгорсением и вознесением в два часа читается вся история жизни учения иисуса христа а у меня проповеди некоторые по это только на час будет а есть и по полтора по два по три у меня есть ролики до по три часа ну как вы думаете вот много мы можем в этих евангелиях увидеть что было в голове у петра какие у нее мысли были да и вы знаете ведь из человека дурь кто вот так вот проповедует пытается кого-то изменить общается пусть друзьями там со знакомыми со случайными очень тяжело человека сразу взять и перевернуть ведь иисус и бог он помимо любви и вечности вечной жизни есть еще и свобода это очень важно понять вот именно иисус действительно ему этого учит еще не забывайте все говорю что когда вообще речь идет об его учениках это настолько непробиваемые и и религиозники не соблазняйтесь на эти слова потому что дела их показывают что не настолько простит тупоголовый я сам таким бога сам был тупоголовым и не до конца любвеобильным да ну хотите могу себе сказать что был тоже бессердечным тупоголовым это не обидные слова мы с вами видим как иисус их пытался все время к чему-то доброму до научить они так и не учились за несколько дней до ареста и ансаковым которых мы с вами вначале прочитали призвал иисус тоже были рыбаками за несколько дней до ареста хотя уже несколько лет ходят с иисусом да и слушают его прекрасные вещи речи учатся у него и они вон говорит хочешь их там в одном городе не приняли да на постой на отдохнуть не говорит давай мы сейчас хочешь мы сейчас помолимся этот город огнем сгорит с неба сшедшим да ну что такое сколько иисус петру пытался научить его видел петр хоть был и рыбак но видимо все таки какой-то еще секте принадлежал кто знает тогда в иерусалиме заудеи вообще в израильской земле естественно были тоже революционные настроения не хотели свернуть это римское иго со своей шеи да и мы знаем что помимо петра у кого-то еще у них было два меча помните да то есть меч не каждый человек простой человек не будет носить да вот все таки он такой человек был силы до себя в обиду не даст ему помню когда арестовывали суса казалось бы хотя он им уж перед этим даже на прощальном ужине на котором они сидят он говорит что не надо защищаться никого не убивать ничего а петр все равно достает этот меч начинает там пытаться голову рубить голову не получается промахивается ухо там отрубает одному из полицаев да иисус обратно это ухо этому полицаю прилепляет а петру опять уже в последний раз можно сказать в своей жизни учите его тому что засунь свой меч туда откуда ты его достал вот очень важные моменты поэтому конечно же бог позволяет нам во всякое свое дерьмо вляпываться постоянно и вы знаете этот эпизод петр бы и так пошел бы эту рыбу возможно ловить мы вообще всего этого не видим не понимаем до состояние петра кто он что он господь его просто пытается однозначно что уж этим чудом он пытается много чему вразуметь да много чему научить но как мы видим даже опять из этого эпизода конечно это уже я добавил что петр и должен выбросить это же я свой там комментарий прочитал и если вы следите хорошо за моей речью и за может быть даже на экран смотрите то что я там показываю я свои такие подсказки читаю вот но зачем тогда иисус ей кстати бог иисус бог как может все это сделать что откуда-то у него там прохлотила эту монетку нашла кто-то выбросил то удивительно да и мы видим что смысл был в том чтобы конечно первых и всегда говорил когда я это место читаю последовательно просто при чтении библии но читал все у меня все эти записи есть конечно же в этом первое научение то что ну да надо налоги платить так скажем даже в оккупированной оккупированной территории в принципе сколько там не воровали что-то все равно на добрые дела идут да вот такова наша роль в этой жизни рабская да конечно царстве небесного это все не будет но иисус нас этому учит это очевидно ну и конечно же видите сколько здесь еще можно глубоких смыслов конечно здесь и чудо само это и мы с вами прекрасно знаем что иисус мы с вами сегодня будем читать про приумножение хлебов и якобы рыб там тоже да то есть иисус конечно из воздуха мог все это делать вот но мы знаем что он исцелял ведь есть такое понятие по вере да действительно те же самые сотники говорили иисусу что даже не надо приходить не надо возлагать руки ты просто на расстоянии скажи слово пожелай и там есть одно место где сотник сам пришел где за него там слуги приходили до просили иисуса иисус удивился и хвалил веру этого сотнику что вот многие там то же самый начальник синагоги кто помнит воскрешение дочери некой и некоего и аира да вот что тот просил приди там возложи руки он шел кого-то он исцелял одним словом кто был маловерный причем этого тоже не видим прямо в евангелии описано ведь слепой которого тоже иисус одного из слепых исцелил тот не просил вода ты там ничего сделай помашь мне там землей глаза нет иисус сам знаем и видим что понять все вот эти речи мы обращены конечно же к людям хорошо знающим евангелие то мы с вами прекрасно видим что иисус знал и видел сердца человеческие помышления сердце помнить как-то не там роптал на него или где-то далеко говорили он все слышал дали помышляли даже просто сердце он их обличал знаю помышлениях сердец с вами такие эпизоды кто знает знает о чем я говорю да вот здесь то же самое мы-то с вами смотрим на все это событие внешне но иисус-то прекрасно знал что он делает с петром и какую мысль он ему хочет донести и здесь они на все не озвучены даже то что я говорю я уже говорю как человек познаешь истину пытаюсь вам все это разжевать хотя бы должны сами до этого до всего дайте да то есть мы не видим здесь опять никакого прямого убийства этой рыбы что там пётр опять взялся за свое ремесло или еще что-то да вот мы видим что вот именно суть была просто потрудиться да потрудиться тем чем умеет он ничего другого не умеет он рыбак был где он возьмет эти деньги конечно их можно было из воздуха или на земле найти вот но возможно иисус видел в его сердце нам все это не описано что то что и этот поступок как-то должен был его к чему-то пододвинуть ну так понятно к чему да вот я некоторая вещь сказал вот но всего мы не понимаем да ведь я возьмите каждого человека вы на себе все перемените выше со всеми по-разному общаетесь либо из знаний человека либо из догадок о человеке что-то говорите раньше что-то позже да не сразу накладывайте на них бремена неудобно си мы тоже так знать когда вижу упертого человека начинает мне там что-то я ему всегда тоже говорю начни хоть с малого я разве одобряю это мало нет я проповедую о совершенстве но я вижу человек уже все вообще уперся я в минуты вот это вот попробуй я делаю точно так же поэтому коря здесь иисус или евангелие или притягивать что раз это вот было начальном этапе знаете чем в чем проблема вся говорю религиозников они поделили мир на черное белое спасен не спасен но это не так это извращение жизни учения иисуса христа случилось о совершенстве которому ты идешь до возрастания этим занимались потом его ученики познав это да павел грош надо достигнуть совершенно возраста христова полноты любви так что вот так вот еще одно событие мы с вами видим уже 4 помда мы с вами разбираем пока не все до 40 в пользу веганство потому что нигде здесь мы не видим что иисус до петра вернул на рыболовство на то чтобы он там убивал рыбу зарабатывать деньги сам это ел нет да здесь смысл был мы видим вообще другой очередной такой необычное чудо с конкретного опять человеком как мы видим тут все очень индивидуальные да он был рыбак был бы он бы там кем я не знаю какой бы образ дать но вы поняли да не знаю строителям искал ну сходи вон там на стройку подними тот то кирпич или положить из кирпичей я не знаю да сейчас у меня в голову что-то такое не лезет но вы смысл понимаете да вот как все это может быть да так что вот так вот поэтому этот кусочек опять очередной он у нас даже работает в пальму в пользу веганство ну и вот это при умножении хлебов я о нем уже конечно так где-то говорил но придется сегодня еще раз сказать давайте почитаем сначала потом я кое-что скажу в те дни когда это во первых в марк вообще два раза описано два разных случая то есть мы видим что это неоднократно и было это чудо так известно называется чудо при умножении насыщение хлебами тысячи людей да она описана почти во всех евангелиях кроме и она в марк она описана два раза не не одной тоже а два раза что он это делал да вот возможно он делает и больше то есть мы видим по разности всяких событий в евангелии мы видим что евангелии сами в себе не полноценны есть не полноценно одно то относительно четырех значит они не полноценно вообще относительно всего что мы видели и как мы это видим это очень важно да в те дни когда собрались весьма много народа и нечего было им есть иисус призвав учеников и сказал им жаль мне народа что уже три дня находится при мне и нечего им есть если не евшими отпущу их дома их ослабеет дороге ибо некоторые из них пришли издалека ученики его отвечали ему это конечно одной вот это прямо одно из известных мест что вот как бы иисус для тех кто не хочет быть веганом да что вот можно якобы рыбу есть самый суста покормил народ рыбами это очень важный сейчас момент до этого таки ведь и собрал они конечно не стопроцентно но мне о них тоже писали но и сам я понимаю что надо все моменты даже около как-то которые могут там как-то притягивать разобрать поэтому этим занимались сейчас таким самым центровым места и самым важным местам переходим и где якобы в евангелии прямо прямо все это описано ученики его отвечали ему откуда могу взять здесь в пустыне кто хлебов чтобы накормить их и спросили и спросили их сколько у вас хлебов они сказали семь они сказали сколько у вас хлебов они сказали 7 тогда велел народу возлечь на землю и взяв 7 хлебов и воздав благодарение преломил и дал ученикам с вами чтобы они раздали и они раздали народу был у них немного рыбок благословив их он велел раздать и их и ели и нас или насытились и набрали оставшихся кусков 7 корзин евших же было около четырех тысяч людей и отпустил их тут мой комментарий прежде всего кто в израиле я первое говорю вот мы видим с вами один из эпизодов да но и у меня такие вот комментарии кто в израиле будет брать собою в дорогу эти жара израиль да там даже зимой жарко представляете собой дорогу рыбу она тут же протухнет от жары так может никакой рыбы и не было вовсе а если кто и взял и рыба действительно была в среде народа то кто может заметить это место свободно читается без седьмого стиха а значит может христос преломил только хлеб они рыбу а рыбу не трогал о чем я говорю то вот вот заметьте еще раз хотите перечитайте или ну давайте я для вас да то есть где бы для них взять пищи и ученики говорят сами откуда мог бы кто взять в пустыне хлебов чтобы накормить их он не говорит трейбунг хлебов иисус спрашивает сколько вас хлебов они сказали 7 ну там в разных местах хотя говорю события написано там спрашивает но пойдите посмотрите узнаете у народа сколько у них там хлебов да тогда велел и смотрите я сейчас пропущу 7 стих мы с вами читаем на слух воспринимайте то что я читаю тогда велел народу возвречь на землю и взяв 7 хлебов и воздав благодарение преломил и дал ученикам своим чтобы они раздали и они раздали на и они раздали народу он вели и раздали народу и ели насытились и набрали оставшихся кусков семь корзин евших же было около четырех тысяч отпустить их скажите мне пожалуйста можно было седьмой стих вписать сюда конечно сус не спрашивает пойдите узнаете что у них там есть хлеб или рыба нет и речь вначале шла хлебах преломил он и благодарил и раздал хлеб хлеб пожалуйста читается спокойно без седьмого стиха могла быть от приписка конечно люди кто глубоко изучал библию и новый завет евангелия в частности если все сужать да есть такое понятие как библеистика кто такими вещами занимался ну пусть официально или неофициально человек изучающий библию уже библеистик да занимается библистикой тот знает сколько вот мы к этому подошли это очень важно и об этом все время говорю кто изучал весь этот вопрос глубоко тот знает сколько в евангелии в библии я говорю этот вообще понял послушал умных людей даже религиозных людей которые относятся к каким конфессиям псевдо христианским этим сектам православие католицизм протестантизму там есть полно таких людей несмотря то что они там к этим культом принадлежат многие бредни даже согласны и исповедуют но если вы послушать этих библиистов и там есть профессора вот эти так называемые в частности узкая область этой профессуры богословской есть такая там у них кто в семинаре их учится во всех этих именно направлении библистика там хотя бы сидят я сам все это изучал свое время слушал они хотя бы там-то умные люди вот их бы слушали хотя быть адепты этих сект там никто никогда не утверждал что библия вот истина в последней станции что она там непогрешима что ее нет они как раз говорят о том о чем я все говорю просто них никогда не слушают даже те же возьми религиозникам да вы хоть своих то послушайте это люди и ладно я для вас никто и звать меня никак но послушайте же ваши и со званиями там с регалиями и все и с большими бородами седыми волосами но послушайте да кто занимается глубоко и у них это не безосновательно они-то вникают в глубоко и узнают да что то же самое ветхий завет вообще уже неизвестно когда нас дошел до где там его ладно там какие-то кумранский на пина рукопись хоть нового за это нашли ветхий завет вообще узнаете как он там до нас дошел то да вот то же самое снова за это кто это вообще писал как писал почему не состыковки почему только 4 евангелие а почему они друг другу действительно порой даже противоречит и я когда-то ролик записал очень важный тоже я даже с не вспомню как я его уже назвал кто мне на эту минуту даст ссылку я дам его этот ролик я его найду конечно и по картинке и как по названию но он есть однозначно в плейлисте библии на этом канале там вы можете его найти я тогда сказал эту мысль показал и даже вот на ярких примерах показал то есть у нас было всего одно евангелие от марка возьмите матфея и она там или луки или посмотрите какие важные есть особенно я это делал всегда кто хочет со мной почитайте библию на канале престолюб библии иные писания где целиком всю библию в том числе вот новый завет евангелие записывал там я старался когда читаю всегда все параллельные места показать сразу зачитать чтобы нас общая картина получилась хотя бы из этих четырех евангелий да вот там я показывал что смотрите насколько важные моменты есть каком-то евангелие чтобы если бы этого евангелия не было то мы бы не понимали даже вот это прям через это место даже без всяких толкований или мыслей глубоких там и через откровение сердца ты просто видишь что вот это прям дополняет о том я у думал были гадал бы да или оказывается вот как оказывается вот просто другом евангелие эпизод описано а тот евангелист автор показал эту мелочь эта мелочь на все раскрыл а вот не было прием и посидели гадали таких моментов полно такие к этому и в конце все я говорю все четыре евангелий каким-то людьми в два часа вместили всю жизнь и и и речь иисуса когда я вот вам записываю ролик он несколько часов как вы думаете сколько иисуса общался со своими учениками с народом со всякими представь кто его только не звал мы видим куда вы только не приглашали же известнейший человек стал по всей окружности и слава ходила как вы думаете можно все это вместить туда вот а кто знает сколько мест сомнительных библистика показывает где никто не утверждает что вот это никто не знает откуда стих там те же самые рукопись не подтверждает да он есть синодально но его уже в новый русский не вставляют потому что их встречали там с этими кумранскими рукописи якобы недавно найденными там или со свитками мертвого моря так далее прям целыми стихами предложения даже абзацами до половины библистиков так называемый библейского от этого сообщества кто библистикой занимается в евангелие от марка последнюю главу половина главы вообще одни утверждают что это приписка другие нет но я при чтении показал что это не приписка это такая уникальная форма параллельной письменности когда ты два варианта раскладываешь кто знает фильм может двумя исходами закончится таким или таким там просто гениально так написано поэтому я отношусь там к группе кто говорит что нет от не приписка это все нормально просто надо мозги то понять как это написано просто двух возможных исходах вот написано действительно прикольно вот так параллельно но многие не осознавают и говорят что просто приписан это вообще непонятно откуда взялось вот вам пожалуйста это не один я такой когда на меня смотрят и знаете действительно такие рыбаки мне хочется сказать знаете люди недалекие вот к бумажкам ни в коем случае нельзя относиться их не просто бумажками называют я сам христианин я верю что бог любовь приходил в явной плоти человеческой потому что мы его образ и подобие чтобы явить нам путь святой совершенной жизни до чистки посредством которого мы попадем только в небесное царство любви свободы и вечной жизни читает это это место без седьмого стиха элементарно мы о рыбе встречаем получается один раз как-то тоже непонятно да что было у них немного рыбы кому ж не было может не было никаких рыбок то может и были может иисус их не стал благословлять за две тысячи лет особенно с того времени как и христианство якобы становится государственным министерством при царе константине уже так скажем все это процесс это запускает все эти соборы и так далее посмотрите что эти кто на соборах был что друг с другом сделали они же убивали там друг друга за веру во христа там сразу раскол появился когда на государстве стал становиться орианстве не орианство кто знает и как они стали друг другу мочить в сортире как путин выражается да вы просто узнайте все это много эти люди доброго могли сделать посмотрите как пишется история современная да кто знает на сегодняшний день 11 марта 2022 года россия пошла войной на украину до стирая с лица земли украинский народ посмотрите что творится как с одной стороны пропаганда такой ахинею льет и люди этому верят пожалуйста том же книги напишут какие мы русские опять хорошие здесь тоже самое вы знаете вода все стерпит иисус не накладывал никаких на свои писания вообще никому ничего не повелевал и не позволял за собой писать все это было написано потом неизвестно кем переписнем перетолковано в угоду каким сектам вот более того я даже этот кусок не про не не надрываю вот давайте дальше просто прочитаем это место с вот с преломление с этим с чудом умножения хлебов и насыщением народа и тотчас войдя в лодку с учениками своими прибыл иисус пределы долмафунский вышли фарисеи начали с ним спорить и требовали от него знания с неба искушая его глубоко вздохнул я большой кусок казалось бы может кому-то знаете я же читают и для веганов может у них что-то христианство повернется да он глубоко вздохнув сказал для чего род это требует знамени истинно говорю не даст роду этому знамени и оставив их опять пошел в лодку отправился на ту сторону при этом ученики его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке а он заповедал им говоря я к тому что как вы видите это связано с а это я вам все подряд читают не через какое-то место мы закончили на девятом стихе как вы видите все у вас даже на экране я все делаю чтобы никуда не надо было там лазить искать это это я все продолжаю просто там свои комментарии подписал серым текстом то есть мы видим после этого эпизода они стал на один берег переправились там с фарисеями иисус покусался на другое место учеников они вспоминают в том месте где они эти хлеб это приумножали кормили они забыли взять и опять же здесь не говорится что они еще и рыбку забыли взять или хлеб с рыбкой бутербродики да есть такое понятие у человечества нет нигде не написано все время говорится что они хлеб забыли взять забыли взять хлебов и кроме одного хлеба чужих рыбки с собой не оказалось раз они там такую рыбку ели до в пустынном месте не имели с собой в лодке и он заповедовал на говоря смотрите берегите закваски фарисейской закваски иродовым рассуждая между собой говорили что это значит это значит что хлебов у нас нет вот он нам о чем говорит аисус уразумев говорит им что рассуждать о том что нет у вас хлебов ни о какой рыбе речь не идет да еще ли не понимаете не разумеете еще ли окаменел у вас сердце имея очень не видите имея уши не слышите не помните как 5 я 5 хлебов и написано что немного рыбок и опять хлебов преломил для пяти тысяч человек сколько полных коробов набрали вы кусков хлеба они рыбы бутербродов говорят ему 12 а когда 7 для 4 тысяч сколько корзин набрали в оставшихся кусков тут почему иисус сразу перечисляет помните как раз он сказал это же это взято я вам даже не стал из марка шестую это в 6 главе был первый раз а мы с вами восьмую читаем поэтому иисус уже вспоминает эти два раза чтобы ни у кого не было сомнений вы видите что это последовательность стихи читаем то есть уже было раз такое насыщение чудо с приумножением хлебов и насыщением там тысяч людей и еще раз и он уже им оба этих случаях вспоминает оба да и все то же самое говорит когда говорят ему 12 а когда 7 до 4 тысяч 7 кусков хлеб хлебов преломил до 4 сколько корзин вы набрали оставшихся кусков 7 и сказал им как же вы не разумеете но я тут мой комментарий скажется странным что когда иисус напоминает ученикам о чуде преломления хлебов и ничего не говорит о рыбе то есть вы сами все это видите вот эти вот действительно моменты и я думаю что для многих они должны быть вот это место которое очень любит с приумножением хлебов притягивать якобы иисус кормил народ рыбы мы видим что мягко скажем на он не стопроцентный во первых очень важный аргумент я не просто привод привожу слушайте кто рыбу вы просто если не знаете поинтересуетесь этим вопросом вы знаете я ну строительство и кто знает я много занимался да и разуме были работы я руками у меня половина жизненного так скажем опыта или труда я плана жизни трудился головой половина руками так скажем да и разные были работы я и меня кто знает и рассказывал и мастерское там по покраске автомобиля открывал три года проработал ну сам на себя вот и стройка занимался да еще в студентстве чем я только и куда мы только или это уже в школе подрабатывали кто помнит вы знаете и да вот я знаете у нас дача была у родителей такая обычная ничего в чистом поле кусок как тогда нарезали и там обычный сарайчик мы бедные всегда были сарайчик один там построили да и все все естественно с собой возили ну да на полдня это современном то мире где есть всякие там термосы все эти но тогда не был там прямо сейчас вы конечно узнает автомобили холодильники все это есть да такие передвижные тогда конечно такого не было тем более у нас то бил бедные но термос то был да вот сейчас эти сумки есть какие-то да конечно мама брала там семья-то труппожорская у меня да и конечно же брала там и я уж прям не буду конечно там было мясо рыба какие-то эти колбасы там или еще что-то и кто знает в какого-то виде тем более то ли это до жара кто знает в каком-то виде все довозится но в обед ты еще это ешь вечером уже все это реально портится вот на обычным летом если у тебя нет реально у нас там никого холодильника на даче что обычный сарай был такой ну поняли короче из деревяшек сбиты так чисто что-то закрыть что там было никогда никакого дома там ничего не было вот положить как раз переодеться где чтобы такой обычный там такая чисто койка ножа стол все короче сарай обычный ход пожалуйста и кто я всю жизнь тоже с собой кто знает как строители работают каменщики там каменщики мы вообще даже работаем в чистом поле это дома как говорится тоже строим с нуля вот конечно все с собой берешь и все это до вечера не доживает не то что рыба какая-то действительно даже просто то если что-то берешь вареное такое любые макароны плюс там у тебя все все это конечно портится все это приедет к вечеру уже это можно просто выкидывать это все тухнет да да даже такое что-то вареное то есть если ты куда-то что-то на дальняк берешь ты берешь все что-то что такое сухое неспособная там как к испорчиванию да даже мы с вами читаем как хлеб там да ну что это ну хлеб действительно можно сохранить какой бы не был может это вообще были образно говоря сухари да вот поэтому знаете перед это это реально аргумент да люди не ходят там особенно в древности тем более с какой там рыбы куда-то ходить и знаете это вообще большой вопрос в какой пустынное место куда-то там пошли еще зачем с собой рыбу брали она вонять тут же начнет тем более в древности какие-то сумки сейчас у нас все так более меньше только нет уже у людей вот все как-то так цивильно но мы просто нам кажется вильно в современном уже нам мире и нам что-то древнее кажется таким диким вот так что тоже очень важный аргумент ну и как мы видим с вами в принципе во всем этом месте один стих который можно спокойно просто убрать один стих и все что якобы было у них и немного рыбок благословив он велел раздать их а было ли вот у меня вопрос ну как у вегана человек познавшего истину что бог есть любовь полноте никакой там рыбы не было и ничего иисус там не преломлял никакой они рыбу эту не раздавали да если у них и было и как я говорил здесь конечно не совсем это подходит что я вам помните вот в том ролике в кто последовательно смотрит или даже плейлисте или в реальном режиме времени меня смотрят свежевыходящие ролики вот что действительно там по слову хлеб вообще пища перевод и такой и такой как бы есть да здесь вообще можно сказать что если какая пища как мы в принципе с вами читаем жаль что народ ничего есть хочу не евшими их отпустить да да то есть мы можем даже слова учеников прочитать откуда им взять в пустыне пищу нам взять еду и накормить их но тут правда вроде как идет количественный вопрос а сколько у вас хлебов ну а почему посмотрите почему нельзя это место вообще прочитать поменяв слова хлеб на пищу вы прочитайте я не зря тот кто напомнит в комментарии я дам ссылку на этот предыдущий ролик где показал что прям ролик посвятил что там слово которое употребляет причем почему тоже разное слово даже греческое но переводится везде как хлеб в основном хотя слова разные и где-то надо именно как пища тоже прям вернее переводится но почему даже одно и то же слово греческое в разных местах мы находимся там перели как пища здесь как хлеб почему здесь мы не можем с вами прочитать как пищи что вообще дело не в хлебах а в еде давайте прочитаем ученики его отвечали ему откуда мог бы кто взять здесь в пустыне и пищу еду где взять нам здесь еду чтобы накормить их иисус говорит посмотреть сколько у них еды или какая у них еда как угодно мог иисус сказать посмотрите что у них есть если какая пища мы кстати с вами будем иисус когда читать еще сейчас уже получается последний что ли нас эпизод 6 помоя не 5 мы с вами еще два будем писать иисус так и прямо будет спрашивать если у вас какая еда как раз тот момент якобы где тоже по воскресеньям с вами уже мы с там все уже жизнь иисуса разобрали из нас два эпизода по воскресенье христа после его убийства его воскресенье и до до его вознесения как он являлся якобы тоже есть два места где вот он эту пищу ел вот там путь спрашивает прям прямо даже вот все на дальних написано спрашивать если вас какая пища кто сказал что здесь не было что это просто переводы неправильные что он тоже самое сказал и спросил их если какая пища сколько у них еды сколько ли какая может в одном слое подразумевается есть у них чё поесть и они говорят но есть немного или 7 может в каких-то объемах было я всегда слушайте тоже люди странны значит рыбу они взяли почему-то с хлебом в древности чё только людей не было уж на востоке всегда есть орехи самые питательные бабы там финики там когда маслины но все у людей есть что можно с собой такое взять семечки всякого рода да что-то такое сухое что мы всегда берем и очень вкусно тоже да но странно что у них да значит люди только жили что ли на хлебе воды вы вот вдумайтесь в это древность а где финики их нелюбимые там на востоке что только не выращивают сухофрукты все эти там cc целое разнообразие уж и уж свежие фрукты намного лучше полезнее и необходимее взять а овощи я говорю а изюм все вот это вот виноград так называем уж на востоке вообще первое дело что вино что виноград что изюм но почему у людей оказалось и никто ничего не взял да там мамочки с детьми его даже картинки очень хорошие иллюстрации показывающие но неужели ничего у них не было я бы это вот в том ролике же опять говорил да но ничего не было на хлебе воде как я там показал тогда в том ролике где показал что действительно странно какое-то все это только об одном хлебе говорится как раз тех местах я там показывал и говорил о том что ты наперед что и скорее все пища почему так то переводят до играл странно небесное царство до с одним хлебом и пирушка и пир на который пригласил начальник фарисеев иисуса на там отведать трапезу странно там один хлеб здесь хлеб и рыба может перевели не так а может у них было не немного рыбок они немного фиников или немного фруктов немного врач овощей игру тыкать не надо мне в эти там грецкие якобы тексты там кит найденные кумранские я все знаю я все читал я хру знаю как в этих древних текстах то есть также нет стиха что постой молитву изгоняется без но все на дальнем откуда этот стих есть его нету критик я вам тоже сам могу сказать да вы читаете пожалуйста а в греческом нет этого места что если того что по неверию просто там не могли они без изгнать никакого посте там речи не шла тоже один стих который извращает все 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 там мысли и уперлись с него и там теперь постятся что бесов изгнать а там иисус ринграла вере о вере и грешной жизни он не говорил там о посте что так вот как вы видите все это спокойно читается все это спокойно читается без седьмого стиха и параллельно места где есть там в той же марка 6 глава все то же самое это спокойно читается и со словом не хлеб конкретном а пища а еда у них какая-то была естественно кто-то взял кто-то не взял тут победнее кто-то пока побогаче кто-то посообразнительнее кто-то думал ненадолго уйдет а ушел там как мы видим и до вечера до ночи у иисуса учились вот у кого-то что-то было кто-то для детей конечно взял тот один пошел кто-то больше кто-то меньше что-то в дороге съел тут уже все съел есть какая пища да есть немного был ли у них один хлеб до евро где все это все это древние люди что с собой ничего не берут но учет и я не думаю что вы пойдете у любого рабочего ли жена своему рабочему мужу там или детям или родителям только хлеб один дает счеток не надоем там да да и контейнеры с едой и сухометку учете в прикусочку и печенюшки где все вот это вот ну где это все веры не будьте такими узколобами евангелие написано порой вот действительно хочется сказать очень странным языком настолько простым настолько не эмоциональным настолько коротким да что знаете когда с реальной жизнью связываешь как то не очень все бывает складывается язык очень специфически с одной стороны прекрасный красивый и мудрости где-то короткий где-то длинный до где-то мы не понимаем того менталитета того народа того древнего времени да но есть вещи которые нам говорят вот как это когда упираются мы видим что все не так просто как кажется вот вам пожалуйста один из важных моментов у нас это пятое место о приумножении хлебов якобы рыбки якобы иисус там кормил народ рыбы кто вот до этого конечно будет дослушивать до момента кто это будет слушать кто это примет конечно единицы это примут вы знаете иисус в том же самое евангелие от она откуда протестанты выдирают ее стихи о том что там кто будет веровать в меня тут спасется иисус там говорил когда с никодимом с неким да тоже членом синдриона он говорил что я есть свет миру и люди потому ко мне не идут к этому свету потому что дела их злые вот не принимает истину тут замкнутый круг по идее чтобы прийти ко свету принять истину ты должен быть уже этим светом то что дела их не злые были бы их дела добры он в готова они ко мне пришли так они уже этот свет иисус тогда сказал гениальную такую формулу замкнутого круга что они не идут к истин и якобы к свету потому что их дела злые но а дела так злые потому что они не 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 хотят вот именно эти а получается это злые дела и не дают им возможность идти а получается что как пойти так свету сейчас надел добрые дела а если ты делаешь добрые дела это есть свет тогда светит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела прославляли отца небесного тут замкнутый круг вот здесь то же самое вы знаете люди почему не воспринимают мои речи как иисус говорил да тоже дела и злые вот он это делает его на своей похоти отстать не хочет поэтому я творя добрые дела не убивая там животных людей любя все на свете весь мир вокруг меня окружающий я и вижу свет я к нему пришел и везде вижу свет и всю эту тьму обличаю что вот здесь так а он злой он сразу всю тьму увидит да вот так вот вот очень важный момент мы с вами разобрали у нас уже видите больше часа ролик скорее всего по два часа вылезет вот вам пожалуйста рыбе следующий эпизод каждый тут все так больше больше накручивается мы начали с вами с простых и вот одно из известных мест уже по воскресенье иисуса христа это написано в луке 24 глава 41 43 стих достаточно короткий кусочек да мы с вами читаем когда же они от радости еще не верили и дивились когда явился иисус он сказал им он пришел к ним явился да если у вас здесь какая пища они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взяв ел перед ними но я уже добавляю убедив их в том что он не дух не все думали что он призрак даже такие фразы употребляли ну я скажу для тех кто может быть меня смотрят вообще к не евангелие не читал может быть веганы не веганы слушают да иисус был убит жестоко но он воскрес по плоти потому что человек вечен да несмотря что мы меняем всякие шкурки временные или вечные потом да иисус нас убедил в том что бог есть вечная жизнь что мы все с вами вечно убить нас бесполезно невозможно если только если столько изменения форм переход из одной формы бытия в другую вот это так отступление но тоже очень важная да ну и по поводу теперь этого места и когда он ел он им показал что ничего не проваливается там был смысл вообще того что иисус поел был смысл в том что он в теле воскрес он живой не призрак что он кушает что никуда это не вываливается не пропадает вот это слово пищи да иисус говорит если у вас какая пища употреблено слово бросиман греческое съедобное если у вас что поесть съедобное тут видите опять русским словом может кем угодно если что поесть если что съедобное если какая пища и да есть нас слов не знаю зачем столько придумали в русском языке и в других языках есть очень много синонимичных слов да во первых я пишу мне как-то тоже кто-то в комментарии написал будет есть печеную рыбу с медом сотах очень странно но это я уже со словами я помню как в комментариях написали я согласен кто отъел кто будет есть печеную рыбу с медом большой вопрос да я говорю большой вопрос все это было ли или нет до иллюстрацию эти где-то я нашел прям все там и рыба и вон соты лежат с медом но я не знаю кто будет печеную рыбу с медом есть это какое-то извращение вы знаете мы расскажу такой случай мы с друзьями еще 18 лет тогда я был помладше я всем говорил я забыл самый младший в классе но и друзья соответственно были все на год старше 6 лет пошел ну и с кем потом дружить стал они уже права получили родителям дали машины такие наши жигули там так скажем и поехали на юг и вот один мы даже не знали что но мы как бы все конечно дружили с детства что-то кушали вместе бывали друг у друга дома один друг оказался странным и даже не знали за ним такие особенности я вам кратко сейчас не будут короче мы там в анапе по моему были или геленджике не помню ну обычно дом как все снимали дикарями там где-то что-то свое кушали все это покупали в магазинах так вот он открыл банку сгущенки и у нас были соленые огурцы я не помню откуда или корнишоны мы купили что ли вот и вот он сидит прям при нас соленый огурец корнишон в сгущенку прямо макают ну его было это каждый что-то свое помню как так сидели и вот и ел мы все мы блевали просто мы угорали над ним блевали мы после того времени прозвали траглодитом хотя мы знали его сто лет слушать но для нормального ученика у человека мне кажется соленый огурец макать сгущенку это извращение я это видел вот это мой друг собственными глазами мы дружили сам мозг от первого класса а нам уже по 18 мы даже не знаю я да и мы никогда за ним такого и не замечали что ли мы игры но мы всю жизнь мы там друзья мы еще долго время в институте дружили все пока не во взрослую жизнь окончательно не попали мы еще до 22 так еще вместе были вот мы это учились может где-то курсе на втором на третьем были это было время мы все в шоке были я до сих пор не представляю как можно соленый огурец да конечно он есть вот он ел но это один человек на миллион я не знаю что в еврейском народе норма печеную рыбу с медом есть я чё-то как-то знаете не очень мне в это верится это извращение какое-то это уж совсем не совместимость вкусов конечно каждый человек может быть уникален но в массе и вот напишите в комментариях кто из вас когда-нибудь соленые но что-то такое ведь это несовместимые вещи соленый огурец кислый да и сгущенка сладкую молочно кто знает вообще-то соленая и один раз я помню еще в действии почему тут видите запоминаю такие моменты есть яркие жизни я помню как меня вырвало я съела не знал съел соленый огурец что-то мама на кухне дома и молоком запил и меня вырвало я тогда запомнил она увидела или узнала я как так взял или она ходила не помню как-то было короче меня вырвало она ну или ты чё ел короче в общем я съел соленый огурец и запил молоко и с тех пор я знал что этого делать нельзя вот я конечно не знаю там сгущенка соответствует там молочные все может она уже вся переработана машина не даст такой реакции с огурцом может все разные вот но по-моему это потом я узнал что это как бы да и такая реакция у многих вот так что честно это первое сомнение мне в том что это вообще реально до 2 я грунт где написано что он взял рыбу вот смотрите вчитываемся еще раз они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взяв ел перед ними где написано что он ел рыбу меда может увидел мед а где написано что он рыбу не написан но подать ты подали подать подали где написано что он ел ну тут подразумевает кто скажет нет ну тебе подразумевается а мне не подразумевается первое что хочу сказать уже к этому опять ел он или не ел во очень странно опять я по цепочке пока еще памятью я почему видите видите в чем какая глубина и того что я все эти кулы и вообще плюс и смысл что мы с вами все моменты разобрали если бы было 100 роликов или даже 7 терялся бы смысл да только что я о чем говорил слушать неужели учеников куда он там в дом явился там и женщины были да вы помните как есть эпизод кто евангелие читал как иисус пришел в дом марфы с марии это суетилась там целый пир готовила и даже иисусу высказывала что тут мария сидит тут его слушай да она там вся бедная суетится стряпает и целый стол шикарный накрывает иисус тем более не один ходил всегда с учениками вот всех надо угостить и что она же не просто им хлеб подала ну бросила буханку на стол на ешьте да я и об этом тогда вот говорил кстати в том ролике можно было бы я тогда не вспомнил об этом случае да я но я общую мысль передала неужели вы думаете что ли приходили вот как вы думаете иисус являются там все ученики собрались это вырвано немножко надо все прочитать прочитайте луку всю 24 главой последняя глава по воскресенье христа он уже несколько раз ученикам являлся там по два по три а тут они все собрались в доме опять там как мы все собираемся тем более ты все они там половина родственники да и он им является как вы думаете неужели вот вот картинки очень говорящие тогда говорил вот эти да они говорящие неправильные вещи неужели вы думаете что вот они вот это как монахи жили и у них кроме вот рыбы сотовым медом ничего в доме не было я куда хлеб то делся смотрите везде мы хлеб все время прям хлеб всему голова действительно в евангелии все время хлеб 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 это словаре пихать даже туда где по моему действительно речь идет о пище и даже тут перевели опять почему здесь не пили если у вас какой хлеб здесь вот пищи перевели хотя я говорил что это слово порой и вообще дословно на беды обозначает съедобное а поддали ему это съедобно и я вот к тому опять возвращаюсь неужели похоже что вот ничего больше не было у людей в доме кроме меда и рыбы ну вот неужели это похоже где все причем рыбу то есть приготовить надо хранить раньше в древности не было холодильников все ели вот с пылу с жару умеет понятно хранится а рыба то нет всего в доме всегда навалом то что вечно хранится я говорю фрукты овощи ну фрукты сухофрукты я подразумеваю может быть свежие со сорванные набранные как у нас у всех как говорится дом есть фрукт там фруктовая ваза стоит да какая-то ну неважно это красиво группа просто тарелочка в доме всегда есть фрукты у людей овощи все что долго хранится или все эти орехи бобовые так далее арахис там да уж орехов там навалом на востоке что только нету фундуки до всего навалом вам не кажется и вот это вот странным что так так вот вот эти пищу столы вот сколько мы с вами с едой когда по вегану так скажем читаем евангелие разбираем что-то как все очень скудно да у начальника фарисеев один хлеб в доме до собой берут один хлеб и какой почему все время знает рыбе зацикленного мне кажется странным вот мне очень кажется да на том продукте которые так назовем это убитая труп убита живой существует труп до который непонятно как хранить непонятно как приготовить да иисус явился внезапный да вот больше нечего было поесть в доме второй случай расскажу слушайте вы знаете вот я еще расскажу вы хотите как хотите слова воспринимать я сам таким был и многие вокруг меня такие же вот некоторые люди непробиваемые я вот живу на новом месте там да кто знает все летом да вот у меня соседка есть те уж есть у раз говорил кто я что я почему я веган ей 80 лет она мне все равно когда-нибудь иногда чем не тут подкармливать чем-то угощает и по вегану тоже тоже я уже сказал но при этом она все равно до сих пор говорит на тебе она не недавно я с кем так скажем дружу близко общаюсь в мессенджерах там я рассказал случай она мне там опять пирожков дала с капустой все и целый и целый пакет я и сказал она и а во первых она мне тут же на вот и и и там с чем там вот это паштет или ливер короче из печени с печенкой чуть я не я вот и я сколько человек объяснять я уже здесь живу полтора года два года скоро будет она все знает она все равно мне об этом говорит вот не доходит до человека понимаете когда мне говорят что ученики что не понимали вот не доходит до людей вы думаете со свидетельства веганстве все принимали даже ученики не знаю как они принимали она не все равно дает это все равно предлагает каждый раз ну как же ты без мяса она мне до сих пор ну пойди рыбку полови у нас тут шикарная речка я сто раз объяснял да она мне тут любит рассказывать какие тут охотники жили рыболов у нас тут заповедный лес шикарный да я говорю мне слушать даже это неприятно проходит вон месяц за месяц годом за годом уже ничего до человека не доходит поэтому знаете я не удивляюсь этому тупежу я вам примеры все привожу за несколько дней до ареста пусть нет прям ученики тут на картинках неважно да и ансаковым иисусу тут предлагают что они сейчас помолиться и целый город испепелят огнем с неба сшедшим петр ничего не понимать сколько с иисусом ходит он ему рассказывает что царство небесное не в силе а в правде в любви да а он все ходят с мечом до на прощальном ужине его не понимает вот иисусу сколько лет я рю вдумайтесь говорит сидит с ним этот хочется правильную тему себя пацифизма сейчас особенно просто в ряду нынешних событий все ролики все равно у меня живые у нас нео-фашисты русские пошли войной на украинский народ да и он сколько всего говорит а петр строго сидит а ты революции нами говоришь вот у нас два меча есть что нам еще нужно чтобы пойти свергать там кто знает и в иерусалиме все было неспокойно несколько партий не могли власть поделить и плюс тут римская иго внешняя до плюс израиль святой народ божий весь мир захватим не понимает петр его не понимает достает меч мне говорят ну как же иисус мог что же он вокруг себя не веганов держал я тоже держу тоже у меня есть с некоторыми я рву через какой-то уже год-два-три-пять да я могу порвать общение иисус тоже ставил ультиматума кому-то ставил вот хочешь так мне там жить негде и не продавай все да то есть мы видим и там по сердцу там непонятно больше иисус видел сердце начни все-таки было какое-то желание да я тоже уж как бы там не тупил человек если уж он как говорится действительно как и ученики к иисусу все равно видели его да и как и петр отвечал ему ну да у тебя глаголы вечной жизни куда нам идти я вижу я конечно меня не хули там не уж прям до тупит но все-таки сам-то ко мне тянется я конечно уж прям не отталкиваю вот разными моментами пытаюсь так что вот так вот я не надо просто учеников превозносить в этом же моменте кто знает в этом же луке как и в марка там как иисус их укоряет они ему в него воскресшего увидят и не верят ему и в него и все и когда одним он являлся они бежали другим рассказывали они друг другу не верили до иисус их явившись написано там прадни в луке вернее это в марке тоже вот как дополнительно это а просто дополнено послука вот об этом не написал а в марке сказано что иисус их укорил за жестокосердие вот это уперство и друг другу даже не верят и ему точно также не верили не все принимали он им об одно давно про фому они ему про ирём у это все евангелие написано конечно если учеников сразу на небо святости возвести чем религиозники так скажем погрешая сами себе вставляя палки в колеса жизни своего познания истины это же ошибка вот так вот ну и но я тут так и все и написала что же не было хлеба то есть я во всем сказал ну и последний всего о свободе он то сказал что иисус взял ты туда же там было из всего этого причем я не сомневаюсь изобилие я не верю что там был только мед и да и рыба вот как здесь пустой стол нарисованы ничего я вот никогда не поверю чем эта картинка тоже конечно не совсем соответствует истине там он явился там не двум уже я просто какая была хоть похоже их тяжело и надо искать и 6 хоть хоть как чтобы отражала реальность очень часто на просто есть явление когда он там всем всем явился в доме когда они все были собраны там нет этого момента так что вот такой вот эпизод да делайте вывод сами да я вот в этого все и не верю иисуса был выбор кто сказал что он взял и ел рыбу нам столько лет пытался тоже много чего доказывать да его суть была вообще не поесть а показать что он не призрак как он и позволял себе щупать и тому же самому фаме неверующим когда явился до и очередной раз опять явился когда не было много только тогда одного фамы не было потом уже было фама и фама все равно чтобы убедиться иисус он настолько был действительно неверующих хотя уже все горы сам он видит да но иисус ему даже чтобы он вообще окончательно где мы настолько он все равно сомневался что иисус одному из них при всех ну на пощупай меня потрогай меня вот и я вот так вот так что вот такое вот место в какой но копилочку сами считаете да здесь как бы как бы что-то прям хотя тоже очень здесь написано криво но очень криво и вообще кто-то все писал если вы сейчас мы в концовке с вами подытожим мысли да может кого-то была цель так все эти места написать евангелие писал же не кусочками а целиком одним человеком переписывал с одним да все это было в псевдо христианских сектах до нас доходило которые людей не жалели о чем я вам сегодня даже приводил примеры посмотреть чем занималась ортодоксальная церковь с третьего века она своих не жалела не говоря уж там о чужих своих людей не говоря уж там о животных ну и давайте мы с вами разбираем последний момент это евангелие от она 22 глава тоже по воскресенье христа и кого события как раз в очередной раз могу даже сказать не наступая себе на горло что в евангелии много действительно непонятных несостыковок вот этих доказаться вроде как он являлся даже и рыбакам отдельно почему там пётр не верил когда он видел там непонятно когда вот это событие в евангелие то она описано потому что по другим евангелиям она никуда не особо то впихивается если он являлся петру и всем рыбакам то почему они не верили когда другие приходили говорить то есть не все понятно надо евангелисты писали не сговариваясь каждый счет по-своему двое как минимум из четырех евангелистов вообще не были прямыми учениками даже свидетелями тех событий в то же самое луки которые мы с вами только что перед этим читали этот человек самом евангелии пишет что он не 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 ученик не свидетель а лишь по рассказам до очевидцев но по рассказам дасты с третьими руками вот он тут передает евангелие это очень важно да ира несмотря на все мои отношения вы сами знаете что я христианин ну и давайте почитаем это практически вся глава мы с вами прочитаем но нет с вами прорвем ее 22 глава с 1 по 13 стих прочтем после того опять явился иисус ученикам своем приморье теперь тивери адском явился же так были вместе симон петр и фома называемый близнец и нафанаил и сканы галилейский и сыновья завидеевые и двое других из учеников его то есть мы видим здесь и петра и фому и нафанаил и всех туда симон петр говорит ему и двое других с учеников симон петр говорит им иду ловить рыбу то есть мы с вами видим мы с вами вернулись к тому что началось помните иисус призвал это я очень тоже вот важный момент опять иисус призвал их от этого рыболовства призвал ловить человеков идти проповедовать чем они стали заниматься когда иисуса убили все оставили пошли рыбачить много не понимали чего ничего не понимали много чего еще поняли то есть его совсем немного и дура ловить рыбу как я он как и сары своими текстами серыми подписываю а не проповедовать он их проповедовать учил и посылала они опять рыб пошли говорят ему и мы идем с тобой ну все его друзья до пошли тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего и когда уже настало утро иисус стоял на берегу но ученики не знали что это иисус то есть они его всегда не узнавали тоже надеюсь ни для кого не секрет иисус говорит им дети если у вас какая пища то есть опять пищу он их спрашивает они отвечали ему нет он же сказал им закиньте сети по правую сторону лодки и поймайте они закинули и уже не могли вытащить множество сети от рыбы тогда ученики которого тогда ученик которого любил иисус говорит петру но это не океан который написал это евангелие это господь симон же петр услышав что это господь опоясался одежду ибо он был нах и бросился в море и другие ученики приплыли в лодке ибо недалеко были от земли локтей около 200 таща сети с рыбы когда же вышли на землю видя разложный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб иисус говорит им принесите рыбу которую вы теперь поймали симон петр пошел и вытащил на землю сеть наполнены большими рыбами которого было сто пятьдесят три и при таком множестве не прорвалась сеть иисус говорит им придите обедайте из учеников же никто не смел спросить его кто ты знаешь что это господь иисус приходит берет хлеб и дает им также и рыбу это же уже в третий раз явился иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых давайте разберем с вами все эти места более подробно то есть мы видим иисус является ученикам при море да и спрашивает у них опять же не если у вас какая рыба а если у вас какая пища это очень важно да они закидывают сети такой же эпизод вот мы в принципе с вами начинали с этого о том что он призвал рыбаков я может быть там не показал тогда есть же еще один случай но это есть то место в принципе где иисус проповеди когда тоже пирас по пришел проповедовать вот петр там тоже на берегу был он попросил его зайти в лодку они отплыли иисус по проповедовал потом что петра убедить кто он и что он что он там бог во плоти да он сказал закинь сети они поймали было все то же самое там просто было коротко я из марка взял было более такое место где описывается это более подробно здесь по сути для чего иисус опять сказал закину сети да чтобы напомнить тот случай потому что мы видим что кто евангелие читает знает близкой тексту то никто его не узнавал несмотря на то что человек после так называемый перехода до из жизни в жизнь он не меняется внутренне да но внешне мы видим что может быть это шок да то что человека не признают воскресшим то есть мы видим что они у не узнавали этим эпизодом ловли рыбы так называемый да иисус лишь им напоминает опять что это он то есть мы с вами видите вернулись к тому с чего начались круг замкнулся да опять же иисус нигде тут не призывает их убивать эту рыбу да вот и еще эти мы сами самой ловли что им опять там полные сети набрались он им напомнил кто он тоже с этого и их не так скажем знакомство и то движение началось сюда когда они стали с иисусом ходить проповедовать признав в нем кого-то великого конечно него не признавали никаким богом любовью во плоти только потом по его вознесение по своей святой жизни потихонечку так называем они уже стали что-то понимать это же вот заметьте 9 стих когда же вышли на землю видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб ну я вам сразу скажу мне опять большие вопросы во первых зачем хлеб на огне вот кто это писал ну как бы рыбу еще можно было понять а зачем хлеб то на огне вам не кажется странным и причем что это все одновременно лежала что то что значит рыба и хлеб на огне знаете любит тоже вырвать этот стих я помню мне там в комментариях плюют я могу вырвать в ответ и плюнуть на хлеб то зачем на огне и вообще опять непонятно иисус сам спрашивает если у вас какая пища да они ему говорят нет откуда у иисуса взяла взялась пища ну понятно он бог во плоти для нее нет ничего невозможного да мы видим и у рыбы во рту деньги появляются и еда приумножается была ли в необходимости иисусу откуда вдруг из воздуха рыбу делать почему опять вот заметьте я я не явите я я не случайно все это собрал в одном месте узнаете у человек который все это писал точнее не писал а переписывал все что до нас дошло вот как будто специально про это все время рыбу и хлеб почему-то вот ничего кроме как будто этого человека в глазах ничего не существует кроме хлеба и рыбы вам не кажется вот это странно мне очень кажется вот ну прям очень кажется опять какой-то клин на хлебе и рыбе и рыбе причем на огне зачем тут уже на огне хлеб какой-то ну разве хлеб кто-то на огонь кладет но нет иисус бог любовь во плоти мог там шикарный столом закатить чего угодно могло появиться у него из ниоткуда от собой даже не нес а если нес то где он эту рыбу опять взял зачем-то жарил или что сырую приволок но это глупости чем мы видим что они приплыв уже она была не то что он там которую они рыбу поймали иисус приготовил нет они написаны вытащили таща сети с рыбы когда же вышли на землю видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб то есть это он не из их не рыба приготовил ну где иисус будет эту рыбу брать зачем она им вообще нужна он ее будет жарить дальше эпизод и говорит им иисус принесите рыбу которую вы теперь поймали симон петр пошел вытащил на землю сеть наполненную большими рыбами которых было сто пятьдесят три и при таком множестве не порвала сеть я вам честно скажу я не верю в это все вот я не принимаю я вам сейчас в конце дам итог почему я вот этого всего не принимая не верю что иисус бог любовь явившийся во плоти до мог смотреть просто так на все это еще к этому призывать и что там вот какой смысл был вообще в этом во всем я знаю там есть куча толкований всяких религиозников на эти темы что это за рыба это же символ там царство небесного вот они вытащили 153 рыбы и пошло поехало там нумерология до каббалистика и пошло поехало начинает там гадать на кофейной гуще что же это значило так далее я вообще в это во все я это не верит и не принимаю абсолютно ну и заканчиваем да иисус говорит им придите обедайте ну или кушайте до из учеников уже никто не смел спросить его кто ты зная что это господь иисус приходит берет хлеб и дает им и опять вот это помните как и в седьмом стихе где при приумножении хлебов рыбы также рыбы муж не было никакой рыбы то иисус приходит и берет хлеб опять кроме хлеба у бедного иисуса ничего не было бог любовь все бурю укращает мы помним до мертвых воскрешает четырехдневных даже разложившихся до бесов изгоняет но кроме хлеба ничего нет у христа ну простите друзья он говорит вот хлеб вот рыбка еще да но бред бред это уже в третий раз явился иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых возвращаемся к началу всего бытия и к тому о чем я вначале говорил по образу и подобие апостола павла ну иисус точно также с учениками общался скажу вам заключение по-человечески и а в писании написано давайте закончим даже не знаю принципе ролик по ролик все-таки для христиан больше обращен но давайте все таки наверное мы с вами возвращаясь к самому началу вспомним с чего все началось да я вам просто зачитаю бытие первая глава с двадцатого стиха и сказал господь бог да произведет вода присмыкающихся душу живую и птицы да полетят над землей по тверде небесной и стало так и сотворил бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся которых произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу и и увидел бог все что это хорошо и благословил и бог говоря плодитесь размножайтесь и наполняйте воды в морях и птицы размножаются по земле и был вечер и было утро день 5 и чуть дальше нам сказано и сказал бог вот я дал вам всякую траву сеющие семьи какая есть на всей земле и всякое дерево которого плод древесный сеющий 7 вам все это будет в пищу а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому году присмыкающихся по земле в котором душа живая дал я всю зелень травную в пищу и стало так и увидел бог все что он создал его все очень хорошо и был вечер и было утро день шестой как я уже вначале напомнил этот эпизод с павлом да в писании и в писании сказано не заграждая рта увала молочащего вот вам христиан очевидно но для тех кто хоть как-то интересуется истиной библию изучал до что мир был создан веганским бог потому что есть абсолютная любовь от начала и он не изменен несмотря на свою свободу и он не творит зло да он есть абсолютная любовь и закончить я хочу это место это прежде сюда куда мы должны вернуться по поводу давайте еще скажу тогда второе я все думаю как некрасиво свое заключение выстроить 2 я кто знает историю моей жизни да я не бумажный проповедник я не познал истину из библии кто знает мою историю жизни кто нет обратитесь к ней я вам дам ссылки в описании найдете напомнить в подсказке да в первом закрепленном комментарии на плейлиста моей жизни бог мне открылся явно в свое время ничего не предвещало к этому никаких казалось бы событиям и потом еще несколько раз бог не открывался являлся явно и я знаю что этот бог есть абсолютная любовь я был в этой энергии я был в его свете как хотите я был на том свете в этом свете но я никуда отсюда не поднимался не улетал я был и там и здесь одновременно вот я его знаю я увидел я с ним и он со мной разговаривал да я знаю что это энергия это жизнь это бытие это мироздание вот эта вся его сущность абсолютная любовь в ней нет никакой тьмы слова иоанна богослова я когда читал в его послании что бог есть свет и нет никакой тьмы что это конечно образ свет означает символично любовь что бог есть любовь и нет tongue никакого зла я знака узнал нет и она богослов из его послания я узнал это лично именно поэтому я никогда не поверю в христа убийцу я никогда не поверив в том что бог любовь являвшийся во плоти что бог любовь являвшийся во плоти И имел нужду какую-то творить зло перед людьми, угождая их похотям, грехам и так далее. Вы знаете, об Иисусе всегда было сказано, что Он пришел. Это такое и апостольское, и преданческое словосочетание или понятие, кто знает, в религиозном богословии оно ходит. Что Иисус пришел восстановить Адама, падшего Адама, который свалился. Я не зря вам, конечно же, напоминаю всегда то, с чего все началось, то, каким был мир создан. Это очень важно. Человек вот в это человечество, ну или в лице одного человека, который был создан, потом разделенный на Адама и Еву, на мужчину и женщину, он куда должен был с этой точки отправиться? Вот так вам покажу, да? Он должен был отправиться выше и выше, к Богу, да? Потому что он был только образом подобием, но это только в теории, только оболочка. Он должен был совершенствоваться в любви. Так символно Бог и сказал первому человеку, возделывай и храни себя, да? Возделывай, сохранил, возделал, на ступеньку вошел, сохрани и зафиксируй то, чего ты добился. Но человек с этой точки спустился в ад. И вот Иисус из этого ада возвел человека в небесное царство. Туда невозможно было... Об этом я много говорил в своих роликах, кто знает. В небесное царство любви, жертвенной любви, невозможно было войти не спадший в ад. Потому что из рая, где не было зла, невозможно было понять и научиться, что такое жертвенная любовь, когда ты на зло отвечаешь добро. Да? Это очень важно. Поэтому, конечно же, вся вот эта совокупность по внешнему... Вот у меня есть первые главы книги «Бытия» о сотворении Бога как доказательства. По внутреннему откровению я никогда не приму Христа, Бога, любовь, который сотворил. Написано, что на Иисусе, он сам о себе говорил, не было греха. Что это Бог во плоти, Бог-любовь во плоти, что очень важно понимать. Любовь не делает ближнему зла. Любовь не потворствует. Когда говорят, ой, да Иисус там, да, он просто никого там не отталкивал, вот на их глаза грехи закрывает. Нет. Мы сегодня с вами вырвали, так скажем, из контекста всего Евангелия. Когда Петр тот же самый почему-то противился Иисусу, чтобы он там вот именно не явил нам пример жертвенной любви, отдав себя грешникам на убийство, на распятие, он сказал, отойди от меня, сатана. Да, Иисус не особо-то переживал, и как я сегодня уже вспоминал эти моменты, в том же с вами, когда в месте, где он там рассказывал образ на себе, что он есть хлеб, сшедший с небес, сколько раз сегодня мы это слово употребили про хлеб, да, и когда все стали разбегаться, и законники, и книжники, и фарисеи, и даже какие-то простые ученики, Петр тоже Иисуса, можно сказать, я такой образ даю, трес за плечи, одумайся, мальчик, да, что ты несешь, все разбегаются, он сказал, а вы не хотите ли идти, пожалуйста, вольному воле, свободному рай. Ну, Петр тут подумал, ты имеешь глаголы жизни вечной, куда нам идти, вроде не все бред, что ты несешь, да, это именно так выглядело. Поэтому я никогда, несмотря на все, что там в бумажках до нас дошло, обращу внимание еще раз, неизвестно кем вообще написанное, даже непрямые свидетели событий Иисуса Христа, его жизни или его учения. Многие собирали по слухам это Евангелие, как тот же самый Лука, да, как он сам сказал себе, да, неизвестно кто это все переписывал, кто это все переводил, и любой перевод это вообще толкование уже, потому что кто знает, что такое перевод с одного языка на другой. Все это прошло, к нам с вами в частности, две тысячи лет, через призму веков извращений и всех этих псевдо-христианских культов и религий под названием православие, католицизм, протестантизм, несмотря на то, что они когда-то были все вместе, да, всех этих царей Константинов, которые рулили всеми этими соборами. Многие источники подтверждают, что первый христианин, как и сам Иисус, был веганом, что трупожорство все это было под запретом у христианства. Недаром все это потом, когда, так называемый, в этом же третьем веке, когда это христианство стало псевдо-христианством, стало законным министерством религиозным, да, появилось монашство так называемое, и самый важный посыл и смысл этого слова, монахами назывались отделенные, это не были отшельники, монахи это были, это люди, которые отделялись от этих псевдо-христиан, которые стали из псевдо-христианства, которые христианство стали сращивать с грехом, с язычеством, там, с нормами какими-то человеческими, чтобы под всех там подстроить. Стали появляться эти отделенные христиане. Есть источники, которые говорят, что, конечно же, все эти монахи, так называемые, отделенные христиане, стали гонимы, их там точно так же убивали, что чуть ли тот же не князь Константин, все это там свинец в горло заливал публичную всем этим, кто пытался истину христианства отстоять, да, что все это потом переписалось, что куча всего в Евангелии, в это действительно стали, да, откуда появились такие вдруг канонические Евангелия, а все остальное под запретом, да, почему мы всего четыре, что, да, Бог всего четырем человекам дал какой-то дар, талант написать, описать его жизнь и историю, все почистили очень красиво, да, все вот нам дали какую-то такую красивую упаковку, да, я сам христианин, я верю, что Бог являлся в плоти, чтобы дать человечеству, да, путь святой жизни, и что Бог человеку, как и самовладая свободой, дал человеку, именно поэтому его писание даже можно извращать, он знал, что его все равно в жизни учения извратят, но сама суть будет донесена, именно поэтому я до сих пор, позная все это, все равно остаюсь христианином, вот, и спокойно обращаюсь к этим бумажкам, как я их называю, да, и все доброе, как Иисус говорил, все, что пшеницу, все собирайте в сокровищницу сердца своего, а все плевелы зажигайте огнем неугасимых, вот, все это очень важно понимать, все это очень просто и понятно, Иисусу, конечно же, Богу любви явившись во плоти, да, для восстановления Адама, для показания правильной жизни, как человек должен был жить, начиная с рая, значит, он сам был веганом, как он мог явиться не в плоти Адама, как он мог стать, как он мог грешниками явиться-то, зачем ему все это, как он мог проповедовать жертву, одобрять там эти жертвы, начиная, что там этих голубей, этим голову ломали даже при его обрезании, но он был еще младенцем, он ничего сделать с этим не мог, разве Иисус это одобрял, все эти жертвоприношения, нет, конечно, следующие ролики после этого уже заключительные с вами идут, это один из самых больших видео из этой серии, мы с вами отдельно, я разберу вообще, а мясо там есть несколько моментов, где Иисус также там притчи приводит, и закончим мы прощальным ужином Иисуса Христа с учениками, а на самом деле это был обычный ужин, который был от начала ученика Иисуса со своими учениками, естественно, он никакого ягненка сам не убивал, не ел, ни его ученики, ни Пасху, в праздник Пасхи он этого ягненка, еще от первых дней, кто стал с ним это праздновать, у них никогда никакой трупятины на столе не было, да, Иисус прямо этого так называемого ягненка, которого должны были резать на Пасху, в его окружении не резали, а он этого ягненка заменил символьно на хлеб, ну и понятно, что на столе там у них не только хлеб было, а полно всякой еды, как я и называю, пищи богов, пищи Адама там была, вот, это однозначно, несмотря вот на все эти места, и как видите, самое такое непонятное, вообще Евангелие Атеана, в частности, вот эта последняя глава, она, кто знает, тоже не особо-то лепится, Евангелие Атеана вполне логически заканчивается 21 главой, там, казалось бы, прямая точка стоит, да, вот, 22 глава как-то и не особо-то лезет туда, да, и кто ее как написал, тоже не совсем понятно, вот, поэтому, естественно, я вам основываясь на вот этом внешнем и внутреннем, на этом всем двум написании и внутреннем откровении, я вам утверждаю, свидетельствую, что бог, конечно, есть абсолютная любовь, никакого греха он не делает, в нем нет никакой тьмы, нет никакого зла, и когда бог являлся во плоти, ничего злого он делать не мог, он был примером, ликом, образцом самой настоящей святой жизни, которую каждого человека должна вести в небесное царство, в убийстве рыб, души живых, который бог создал или дал воде, дар созидания, дар творчества, ну, бог-то и в воде, да, вот, бог никогда никакого зла творить не будет, никто на это смотреть не будет, святой человек, и я сам, достигший того, чего, достиг вам об этом свидетельствую, конечно же, в небесном царстве ты не будешь сам ничего делать злого, и никто не будет, значит, будет ад, ад, поэтому я понимаю, какое там может быть убийство рыбы, когда они живые, прекрасные, тоже, да, любят жизнь, радуются ей или страдают от боли, естественно, это все неуместно, поэтому никакой, конечно, рыбе, об убийстве рыбы, пожирании трупов для святого человека, для христианина быть вообще не может, это табу, несмотря на то, что Евангелие, которые все имели на руках, имеете, кто-то там их почитает суперсвятыми, вы просто должны эти вещи тоже понять, Иисус сам ничего не писал, все это до нас дошло непонятно как, вот так вот, вот такой вот, вот не зря такую я тоже где-то нашел, иллюстрация очень такая красивая, хорошая, позитивная, где Иисус прям, да, такой весь среди животных, причем тут разные, ну, и дикие, и домашние, тот же самый эти козлята там, кроликов, зайчики, которых любят тоже там и разводить или в лесу убивать, да, и птицы, и все, тут очень хорошая такая иллюстрация, вот настоящий Христос, вот настоящий Бог любовь, являвшийся во плоти, вот, все, когда вам рисуют какого-то демона, да, Христа якобы чего-то творящего, да, для похоти, прихоти человеческой, и вы поймите, его распяли не просто так, это было такое, это был тот свет, о котором мы сегодня вам тоже, его слова Иисус напоминал, тот свет, который всю тьму обличал, его ненавидели все на свете, потому что он всю их неподнокотную, он был не такой, как все, посмотрите, как ненавидят веганы, особенно те же самые христиане, которые не веганы, да, потому что их это коробит, их прям трясет от этого, да, да, как так, они их называют, детьми дьявола, и что они будут в аду, конечно, будет, вы будете там, где не будет ни одного живого существа, да, вы не будете с убийцами, там, маньяками, но и ваш ад, это совсем не небесное царство, посмотрите на рай, на царство, на земле, рай, который был создан Богом для человека, как я всегда говорю, он его не в кусок грязи, как написано, земля была безвидна и пуста, все это создал для чего человеку? Для радости жизни, какая же радость в убийстве, что радостнее, погладить или убить, поцеловать или кулаком врезать, как же это, это же настолько элементарно в жизни, разве Бог в раю не повелел, чтобы все было красиво, добро и нежно, где он там дал кого убивать, рыбу какую-то, да, порабощать там этих коров, молоко доедя, телят убивать, где там это, там все четко написано, все понятно, естественно, Иисус пришел не нарушить закон Божий, как там вырывает, лишь бы из Христа иудеи религиозника сделать, а исполнить закон Божий, закон любви, тот закон, который должен был соблюдаться от начала еще в раю, и он его действительно исполнил. Вот такой мой вам ответ, такое большое видео, все равно, надеюсь, кто-то напишет тайм-коды, вот, я говорю, мне достаточно просто времени, я их сам там назову, какое-то Евангелие мы читали, как там, может быть, какие-то, вот, мне главное сами цифры просто, и все, но однозначно, конечно, этот ролик надо, как видите, смотреть целиком, да, я надеюсь, что у вас, знаете, вот сложилось такое впечатление, что, да, у тех, кто писал, какой-то клин какой-то на хлеб и рыбу, да, вот именно на хлеб, потому что слово хлеб, если бы там было, действительно, чаще слово пища, еда, ну, было бы все, как у нас нормальных людей, пошли покушаем, пошли что-нибудь купим, поесть, мы так всегда выражаемся, да, вот, как будто перевод этот, от кого-то, вот, знаете, вот, я, знаете, кто это писал, монахи, хоть монахи-то многие сами не ели, но кто знает, у монахов там тоже свои клинные, тоже свои, да, и, может, монах один стал какой-нибудь хлеб везде писать, другой потом уже не монах, может, уже вот эти религиозники дописывали, вот, все у нас подделывают, это очень важно понимать, и вы знаете, вот, несмотря на этот ролик, и тем более он так закончился, я от вас ничего скрывать не стал, мы прямо от начала до конца, где вот эта голова Евангелия Тано совсем какая-то не очень понятная и приятная, тоже, кажется, вот, прям моменты, где он им говорит, там, придите, ешьте, какой-то хлеб на огне, да, и рыба тут же, все равно я, вот, у вас такое впечатление, я хочу, чтобы вы этот ролик потом сравнили, вот, через один, будет сейчас следующий, что в плейлисте, что кто просто смотрит меня в реальном режиме, будет, как бы, о мясе, да, Иисус, ну, я еще не знаю, я его, помню, еще никак не назвал, значок еще не сделал для видео, и следующий, вот, будет этот прощальный ужин, а, нет, три ролика, да, это я уже оговариваюсь, я вначале, по-моему, говорил, что три, три о мясе, прощальный ужин, или я вам не сказал, и третий будет, я еще раз подведу итоги, и мы посмотрим на Христа Вегана, мы посмотрим все места, я, наоборот, концентрировано соберу, где вот такие добрые моменты, да, Иисус рождается в яслях, в пустыне что-то дьявол ему не бараниный кусок предлагает, а хлеба, да, и когда вот мы тоже так же, как сегодня, прочитаем все места, казалось бы, вот, 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 и мы увидим другого Христа, мы увидим, что, знаете, каждый сам добрый человек во всем, как Иисус говорил, хочу закончить этим словами, что книжник, познавший небесное царство, не будем тыкать пальцем, да, вот, о том, что Бог есть, бессмертие, вечная жизнь, свобода и любовь, из старого и до и нового, да, изнутри и снаружи, из всего, чего в мире есть, писания какие-то, из разных религий, я уже слова Иисуса немножко расширяю, да, вынесет доброе. Вот я хочу, чтобы вы стали такими все, такими книжниками, да, раз мы с вами, видите, на писание опираемся, стали мудрыми книжниками, познавшими не бумажки, там, идеально изучившими, все стихи наизусть, выучившими, нет, все, что надо вам книжниками из этого истину, крупицы набрать, жемчужины, пшеницы, вот, чтобы познать истину, тогда вы будете из всего выносить старое и доброе. Да, я христианин, да, я пользуюсь Библией в любых проповедях, вспоминая правильные, добрые мысли, притчи, слова, вот, а все, все плевелы сожди огнем неугасимым, и все. Иисус, кстати, делал то же самое, он не толковал там весь Ветхий Завет, все извращения, все зло, которое там описано, которое религиозники до сих пор смешав, ветхое и новое, все беззаконние оправдывают. Иисус это не занимал, не занимался, но если что-то было доброе в Ветхом Завете для иудеев, он даже там это пытался взять или наполнить там некоторые смыслы, которые их извращали, которые можно было вот именно в добро и в зло повернуть, он брал и говорил, это вот так надо, а вы вот так вот повернули это место. Вот здесь очень важно, да, мы вспомним, как Иисус при вопросе вот в этом последнем ролике, где я его назову веган, потому что, наоборот, ибо Иисус, вернее, то-то, то-то, там, я еще не знаю, как точно назову его, ну, как-то вот с такой картинкой, да, вот, и то, что он, когда его спрашивают про разводы, он почему-то обращается к первой главе книги Бытия. Я это всегда тоже говорил, я говорю, вот последний ролик будет концентрационный, я убежден, что вы увидите другого Христа, да, и увидите другой Евангелие, что, оказывается, если вот так его по светлым местам читать, у тебя внутри сразу, у тебя другой образ в голове, другое, тепло на сердце появляется, вот, что, оказывается, вот. И вы сами, как я все говорю, Бог оставил нам, вот именно позволил все это извращать, чтобы мы никаким авторитетом не были давимыми. В Библии есть извращения, искажения, случайные, посредством просто переводов или специальные кто-то все это делал. Поэтому Бог что оставил нам с вами? Свободу. И как я тоже был один ролик, как раз, в принципе, в призму веганства. Избери сам себе, Учитель, избери сам себе Христа, какой тебе нужен. Вот такой вот, и такой вот рай и небесное царство, где все живое будет нас просто любить, затискивать, зацеловывать. Посмотрите, где там даже тигры на людей, кто бросаются этих, там, нацелуют. Сколько сейчас роликов, там, скажем, о любви животных к людям. Какое вы хотите небесное царство? Вот такое вот? Или хотите ад, такой же, как на земле, где все живое борется, просто трепещет и от человека сломя голову несется, да, от этого дьявола. Потому что если бы у животных была религия, да, то дьяволом в ней был бы человек. Так что избирайте сами для себя. Как в Библии сказано, как и в Матрице, вот тебе путь жизни, а вот тебе путь смерти. Избери жизнь. Вот тебе добро, вот тебе благо, там сказано, вот тебе зло. Избери благо. И что? Будь тебе вечное. Благо бытие. Мне на этом все. Надеюсь, вам это видео понравилось, открыло многие вещи, что-то разъяснило, в чем-то убедило. Лепите обязательно лайки, чтобы это видео продвигалось. И делитесь им у себя на ресурсах, в своих соцсетях и прочих каких-то местах, где вам, ну и в личных сообщениях с теми, с кем хотите. До встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok